В октябре исполнилось ровно 100 дней с момента, как новоиспеченный министр Валерий Кожевников приступил к своим обязанностям. Наследство далеко не завидное. Нехватка медицинских учреждений, кадров, гигантские очереди, проблемы оказания помощи в муниципалитетах. Но министр, кажется, настроен решительно. За это время успел познакомиться с ситуацией во многих районах края, сделал свои выводы. Хотелось бы увидеть ту маршрутизацию, которая была сделана до Тугок. Это раз. Почему? Потому что, говоря о доступности оказания медицинской помощи, мы четко должны понимать, край достаточно сложный, серьезный, да, ну то есть плотность населения, она достаточно низкая сегодня. А в ряде края, ну где-то 0,2, ну возьмем, да, тот же тупик сегодня. И для меня сейчас, как для министра здравоохранения, для нашей команды, важно сегодня посмотреть, перераспределить всю маршрутизацию наших пациентов. Министр отметил, даже в отдаленных районах есть ФАПы, но нет персонала. Решение есть, нужно привлекать специалистов со студенческой скамьи, повышать стипендии, улучшать условия жизни. Сегодня мы должны удержать кадры, это однозначно, и работать с кадровым потенциалом, потому что самое главное, наверное, в здравоохранении, это даже не столько материально-технические базы и не столько сегодня медицинское оборудование, сколько те люди, которые работают, а это не что иное, как медицинский персонал и вспомогательная служба. Одним из интересных вопросов стала оценка работы Министерства здравоохранения. Забайкальцы поставили отрицательно. Громадные большие очереди, даже не громадные большие очереди, для того, чтобы попасть к узкому специалисту, необходимо сегодня по всем постановлениям, программе госгарантиям, то есть обратиться сначала к участковому врачу, потом уйти к узкому специалисту. Это не те 2000-е годы, когда человек поставил сам себе диагноз и говорит, все, я пошел к неврологу. А что делать с большими очередями к узким специалистам? Выход вряд ли обрадует докторов, им хотят увеличить нагрузку. Больницы, возможно, тоже будут работать дольше. Люди, особенно те, кто работает в частных фирмах, крайне редко отпрашиваются, по большому счету, у работодателя. Порой это как-то считает неудобства какие-то в этом отношении. Поэтому, проанализировав всю ситуацию, которая складывается, нам, конечно, надо изменить сегодня и работать прежде всего с нашими пациентами. Обсудили даже транспортировку беременных из районов края в Читу. Мы должны сегодня проработать вопросы с кем? С частниками, которые бы сегодня действительно помогали бы нам. Ведь это нормальное явление, когда сегодня для беременных, для наших детей, для бабушек и дедушек есть определенные хорошие места. Так или нет? Скажем так, минимизированный комфорт. Не на колесе трястись. В начале беседы Валерий Кожевников заявил об открытости своего ведомства для журналистов. Легко ли будет дальше работать с Минздравом и будут ли они готовы дать комментарии по проблемным вопросам вне специальных пресс-подходов. Покажет время.